Наши гости Елизавета Лебедева, врач Центра профилактики Краевой клинической больницы. Доброе утро! Доброе утро! Мы вас безошибочно определяем врача, вы в униформе. И вообще, в вашем лице хочется сказать большое спасибо людям в белых халатах, которые этот год, конечно, ну, делали какие-то титанические усилия. Они в этом году были самые главные. Самые востребованные люди. Мы, наконец-то, научились ценить вашу непростую работу. Спасибо. Каким для вас был этот год? Вот с чем вы столкнулись? Для нас, наверное, как и для всех людей, этот год был достаточно тяжелый. Мы с вами научились переживать такое и узнали такое понятие, как карантин. Научились в этот период сложный помогать друг другу в сложные ситуации. Ну и, конечно, для нас самое главное, для специалистов, это мы научились лечить такое тяжелое заболевание, как коронавирусная инфекция. Все-таки, вот мы говорили, что год назад мы все еще не понимали масштабы угрозы. Мы вели себя довольно легкомысленно по отношению к собственному здоровью. И у врачей не было вот этой практической составляющей понимания вот этого заболевания. Через год у вас уже есть наработки, опыт и какие-то технологии противодействия. Насколько вот сейчас вы успешны в борьбе с коронавирусом, чем, допустим, какой суть, 11 февраля 2020 года? Конечно, безусловно. По сравнению с тем, как было в самом начале, когда мы не знали, никто не знал, что это за заболевание, да, и как оно проявляется, какие исходы этого заболевания. То сейчас вот, согласно нашей специальности, мы уже знаем даже, как реабилитацию проводить у таких пациентов. То есть после излечения, да, непосредственно выписки из стационара, они переходят к нам на второй этап реабилитации. Вы-то сами переболели коронавирусом? Да, к сожалению, меня не обошла эта ситуация, я тоже переболела коронавирусом. Какие к себе применяли методы вот сразу для того, чтобы облегчить какие-то симптомы, может быть? Вы знаете, самым главным симптомом, который, наверное, вызывает панику всего населения нашей страны, это одышка. Вот одышка, да, она мешает и в покое, она мешает и просто при мытье посуды в бытовых условиях, да, и усиливается при физической нагрузке. Вот это, наверное, самое тяжелое, что... А вообще от чего зависит тяжесть последствий? Что влияет вот на эти вторичные признаки уже после заболевания? Течение, возраст, какие-то сопутствующие факторы, что вот будет провоцировать тяжелые последствия? Конечно, безусловные, сопутствующие заболевания. Но у нас очень много пациентов и без сопутствующих заболеваний, основное это коронавирусная инфекция, кто-то переболел ей впервые. То есть все зависит от иммунитета каждого человека. На что обратить внимание? Ну вот, казалось бы, переболел там в какой-то форме легкой, может быть, средней, ну, неважно. Ну, вот ты вроде чувствуешь все показатели, говорят, что ты в норме, но, тем не менее, есть что-то, что заставляет тебя думать, а все ли нормально? На что обратить внимание? Какая симптоматика должна вызывать тревогу? Вы имеете в виду, когда только переболел? Ну, да, вот когда мы говорим о неких последствиях коронавируса, в чем это может выражаться? Ну, я хотела бы акцентировать внимание для тех, кто все-таки переболел, да, и необходимо восстановление. Это сохраняющая одышка, сохраняющаяся, да, не только при физической нагрузке, но и в покое. Это первое. Второе. Общая слабость, нарастающая при физической нагрузке, это необходимо обратиться именно в отделение медицинской реабилитации. Вот, такие вот симптомы, которые остаются после коронавирусной инфекции, это все лечится, хочу сказать, мы восстанавливаем таких пациентов. То есть вот такое понятие, как реабилитация после ковида, оно уже прочно вошло в нашу жизнь? Что-то вот связано, я не знаю, с мозговой деятельностью, память, какая-то острота реакции. Я вот, простите, стал замечать за собой, как вы скажете, молодежь, стал тупить. Ну, вот молодежь, что говорится, стал что-то вот не так остро реагировать на внешние раздражители. Это может относиться к последствиям? Или это тупо возраст? Нет, абсолютно верно. Коронавирусная инфекция влияет в том числе и на когнитивные функции. Возможно, такое, что вы становитесь забывчивы, возможно, страдает концентрация внимания, то есть у всех по-разному. Может просто утомление быстро наступать. У кого-то теряется голос, и это тоже наш пункт. Слушайте, такое бывает. Тоже реабилитация, да, даже такое. Фиксируете вторичные случаи заражения или нет? Конечно. Это возможно? Да. На что обратить внимание? Ну и как восстановиться это с помощью ЛФК? Самый главный вопрос. У нас очень много средств, методов лечебной физкультуры, но я хотела бы уделить внимание следующему, что это непосредственно командная работа. Вот у нас на базе краевой клинической больницы работает целая команда специалистов в отделении медицинской реабилитации. Например, если изменен голос, да, тембр страдает или осиплась, да, какая-то голос появляется у человека, то работает логопед. Если когнитивные функции страдают, да, например, тревога выраженная есть у человека, то работает медицинский психолог. Если превалирующим фактором является одышка и при физической нагрузке она усиливается, то мы учим дышать заново человека. То есть вот это вот небольшое патологическое, да, дыхание, которое при пневмонии вызванной коронавирусом возникает, мы переучиваем человека дышать. И учим его, как правильно дышать при физической нагрузке, чтобы не было этой одышки. То есть даже с голосом можете работать? Эффективность очень высокая, да. Григорий Лепс, допустим, к вам не пойдет, он как раз этим сиплым голосом зарабатывает. Ну, а если эффективность действительно, да, такая высокая, почему бы вот этой реабилитацией не заниматься и не уделить этому должное? Внимание, обязательно. Что еще может помочь на этапе восстановления? И небольшой вопрос про вакцинацию. Насколько это, сейчас просто смотрю, люди настороженно пока относятся, хотя все данные о том, что эффективность крайне высокая от этих прививок. Ну, к вакцинации мы относимся положительно, но необходимо обследование обязательно после терапевта. Это обязательно, потому что те, кто только переболели и имеют иммунитет, там особые показания, да, есть он, насколько он выражен, этот иммунитет. Или, например, которые вообще не болели, да, пациенты, у них иммунная система необходима им вакцинации. Например, вот как я, да, если будем говорить обо мне, то у меня иммунитета нет, и он очень слабый, поэтому мне показана вакцинация. Несмотря на то, что вы переболели, все равно количество антитил не в том, простите за эту талагию. Да, все правильно, абсолютно верно. И мне необходима эта вакцинация. Ну, и вот этот температурный синдром, возникающий после прививки, это нормальная реакция? Это нормальная реакция. Вспомните наше детство. Мы все прививались с вами и знаем, что температурная реакция, это может быть головная боль небольшая, какая-то слабость. Ну, а может быть и совсем же бессимптомно, да? Абсолютно, конечно, может быть бессимптомно. И необходимо, хотела бы обратить внимание, что перед тем, как вы вакцинируетесь, не посещайте общественные места, чтобы вы знали, что вы абсолютно здоровы. Ну, то есть и это, и эти показатели, без незначительной температуры, абсолютно бессимптомное течение, это все в пределах нормальной реакции на прививку. Да, верно. Так что страшного ничего, наоборот, самое время идти. Большое спасибо. Большое спасибо, да, достигли, да, мы каких-то результатов уже за этот год, да, научились бороться с коронавирусом, и я думаю, что будем двигаться положительными темпами. Когда такие люди в стране советской есть? Елизавета Лебедева, врач ЛФК-центр, Пашеллавский краево-клинический больницы, все силы на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции. Большое спасибо за этот разговор. Нам пора двигаться дальше, дорогие друзья.